Звуки гитарных аккордов Фестиваль «Конкурс» исполнителей на классической гитаре имени Александра Фраучи собрал в Нижегородской филармонии только истинных ценителей. На родине гитары в Испании ее называют «Королевой инструментов». Пока выступают конкурсанты, в гримерке репетирует человек, виртуозное владение гитарой которого покорило мировую публику. Роман Зоркин привез в подарок зрителям танго с гитарой. Танго Танго просто это ключевое слово. Скорее, наверное, оно так в данной ситуации. Это концепция концерта. Это характер взаимоотношения меня и гитары, так сказать. Поскольку в танго традиционном там мужчина должен главенствовать, а женщина должна быть ведомой. Да и гитара у Романа уникальная, сделана на заказ. Словно костюм по меркам исполнителя. У меня гитара, это из Австралии. Мастер там такой есть, Джорджи Атас. У меня есть такая особенность, вот он, значит, заднюю деку делает такую выпуклую, наподобие как скрипка. Я ему сказал, мне бы хотелось там, допустим, вот дерево такое-то, мне бы хотелось там, ну, опять, есть конструктивные некоторые моменты, чтобы, допустим, 12-й лад был вот здесь, а обычно он вот здесь. Пальцы этого исполнителя уже спокойно перебирают струны. Музыкант из Новосибирска занимает призовые места на этом конкурсе уже не в первый раз. Сергей уверяет, гитара – такой же сложный инструмент, как скрипка или рояль. Там столько мелочей, когда ты уже, ну, мастера, то есть там находят такие краски, такие, как бы они выходят даже за пределы этого инструмента, то есть он очень изобразительный. То есть можно, допустим, играть вот такой тембр, да, то есть такой, какой-то резкий. Можно даже вот такие барабаны скидрём. То есть там много всего, в общем. А люргическое? Победителем же международного конкурса стала Нижегородка Вера Данилина.